Микс Ньюс. Здравствуйте, добрый день или доброе утро, уважаемые слушатели. Олег Пеков в студии и начинается программа «Добро пожаловаться». Сегодня в нашей студии, как обычно, председатель правления консультационного центра собственников квартир Сергей Сидорко. Добрый день. Добрый день. Ну и, наверное, я сразу объявлю телефоны нашей студии 67212-9399, 67213-9399. Вы можете звонить, задавать вопросы, которые касаются, ну, можно сказать, ЖКХ. И номер WhatsApp 2-3-0-6-1-91, 2-3-0-6-1-91. Мы в прошлых наших программах затрагивали темы вот земли, земли под многоквартирными домами. И, в принципе, ну, сразу вспоминаешь, действительно, вот, я не знаю, там, картины прошлого, когда там стояли микрорайоны, там были специальные, там даже и для детей возможности там поиграться, какие-то площадки организованы, там подъездные пути, там были, ну, где были там стоянки для машин, место для машин. Ну, вот, как решается сейчас вопрос и насколько в нашей стране вот эта проблема земли может создавать, ну, действительно, вот, большие неудобства и проблемы в будущем? Ну, если говорить об этой проблеме, то давайте вернемся к исходному, что одновременно с приватизацией домой и при институции, когда возвращалась земля историческим наследникам, в городской черте, я имею в виду, одновременно и оставшаяся земля, принадлежавшая муниципалитету, она отдавалась собственным собственникам квартиры. То есть, тогда это все называлось, что дом отдается вместе с функционально необходимым участком земли. Мы, как вы правильно заметили, в свое время, когда строились эти микрорайоны, то все функционально необходимые элементы, такие как стоянки, зоны отдыха, детские площадки, точки сбора мусора, контейнерные площадки и так далее, это все делалось исходя из того, что земля общая и на группу домов делалась планировка, где вот на группу домов, группа домов обеспечивалась всей этой необходимой инфраструктурой или функционально необходимыми сооружениями и зонами. При приватизации земли, насколько я могу судить по своему кооперативу, то было взято в свое время при назначении земельного участка, была взята линейка, и вот эти вот районы, они каким-то образом буквально вот расчерчивались то ли полосами, то ли квадратами. Ну, когда ты смотришь на деле, то я вот уже неоднократно говорил, у меня есть группа из пяти домов, на которые в свое время было запланировано один большой двор общий и два очень больших стояночных места. Вот когда произошло вот это вот разделение земли на приватизацию, это оказалось, что два дома получили ноль стояночных мест, но при этом получили громадный общий двор, два дома получили небольшую зеленую зону плюс большие стояночные места, а пятый дом вообще не получил ничего. То есть вокруг него есть пояс земли, который никак использовать нельзя ни под стоянку, ни подо что. И сейчас, как вы знаете, люди имеют право, каждый собственный к земле может поставить знаки, ограничивающие стоянку, движение по своей территории, и в принципе, уже соседи находятся в состоянии такой... Войны. Да, ну скажем так, это может быть очень громко, но острого недовольства совершенно точно. Причем те, у кого есть избыточная зеленая зона, хотели бы ее перевести, но сейчас это одному дому сделать из зеленой зоны перевести в стоянку, это вообще не посильно по финансам. То есть я хочу сказать, что на самом деле вот эти внутренние проблемы, они будут нарастать. То, что Реческая дума приняла программу, и там, где есть возможности, часть дорог, вдоль дорог, вот особенно вокруг кварталов, там, где есть избыточная зеленая зона, поставить дополнительные стояночные места, да, в порции местности, на улице Лелаврис, это было сделано одной из первых. Их опыт очень удачный, там сразу эти стояночные места стали забитыми, но они не решили проблему. Все равно какая-то проблема общего пространства есть и должна быть. И сейчас, если это связать еще и с вопросом мусора, то вообще очень интересно получается, скажем, раньше были централизованные точки сбора мусора, так называемые мусорные площадки или контейнерные площадки, где несколько домов ставили свои контейнеры. Пока плата за мусор была умеренная, вопроса не было. Пока земля была общая, тоже вопроса не было. Сейчас что происходит? Сейчас тот, кому повезло, и контейнерная площадка находится на его земле, старается вытеснить всех остальных и оставить эту контейнерную площадку за собой. Соответственно, эти дома начинают метаться с этим контейнером, потому что нигде особо нормального места, куда его поставить, нет. Это не оборудованная площадка, получается, ты его должен ставить чуть ли не под окна своего дома или на зеленой зоне, или делать какую-то новую контейнерную площадку, что связано, если делать ее легально, то это с проектированием, это затраты. Учитывая сейчас предстоящую мусорную площадку, значит, что еще хочу сказать, вот это раскидывание контейнеров, ну, давайте посмотрим, что сейчас происходит. Сейчас, на самом деле, мы достаточно рано утром впорчиваемся, раздается рык мусоросборочных машин, грохот опрокидывающих механизмов, едут. И чем больше стоит вот этих контейнеров разрозненно, тем больше это все неудобства. Плюс к этому это многотонные машины, которые идут по внутренним квартальным дорогам, которые явно не были рассчитаны на то, что там 20-тонные машины будут ползать. Это были машины, ну, проезды под регулярное какое-то небольшое движение легкового транспорта. Там дороги совершенно неукрепленные. Значит, начинают сыпаться бордюры, начинают сыпаться дороги. Машинам этим трудно вернуться с учетом того, что вообще стоят еще все дороги забиты, ну, все возможные места припаркованные машинами. То есть, получается, что если раньше было какое-то централизованное место сбора мусора, куда можно было подъехать этой машине, забрать сразу мусор с нескольких домов, теперь разные компании, разные машины подъезжают в разное время? Сейчас, насколько я понимаю, после Нового года у нас будет одна компания, Реческая дума мудро решила, что они имеют право ограничивать этот бизнес до того, что сейчас вводится монополия на вывоз мусора. Только не очень понятно, к чему эта монополия приведет. Если сейчас в условиях отсутствия монополии в среднем стоимость обработки одного куба, однокубового контейнера, скажем так, не одного куба мусора, однокубового контейнера, где-то там куб стоит где-то 13 евро, то после Нового года он будет стоить 20. При всем том же самом. То есть, вот повышение качества. То есть, те, кто еще не почувствовал, некоторые уже начали чувствовать это дорожение, готовьте, с Нового года цена будет астрономическая за вывоз мусора. Просто астрономическая, потому что она возрастает. Учитывая еще тот фактор, что такое куб, никто не знает. Это тайна, покрытая семью печатями. То есть, как к каким-то образом? Ну, что значит куб мусора? В Гетлине принимают мусор в тоннах. Мусорообслуживающая компания, сборщик мусора принимает его в кубах. А что такое куб? Куб, допустим, я вот подошел к своему контейнеру несколько дней назад, а один товарищ взял 5 или 6 обувных коробок, не сняв ничего, просто бросил в этот контейнер. Я еще добавил два пакета со старыми подушками. Все, куб готов. Этот куб, который весит 5 или 7 килограмм, условно говоря, будет повезен в Гетлине и сдан как? Как сотни килограмм или 200 килограмм. То есть, здесь вопрос очень такой интересный. Мы сталкиваемся сейчас вот, лихорадка перед тем, как все будет передано в одни руки, как будет завершен этот конкурс, тоже приводит к тому, что, допустим, компания, которая обрабатывает мусор, приезжает в 16 часов и опустошает мусорники на твоей площадке. А на следующее утро, в 8 утра они приезжают снова. Хотя предусмотрено раз в день, но вот здесь получается так, что, в принципе, они опоздали, приехали поздно, на следующее утро приехали очень рано, и фактически они опорожняют пустые контейнеры. За это берется тоже как закупка. Очень тяжелый вопрос. Дальше следующий вопрос. Твой контейнер, который стоит на легальной контейнерной площадке, бытовой мусор, если это действительно бытовой мусор, может выкинуть любой. За это оштрафовать невозможно. Это препятствует можно только поставить человека с ружьем, который будет спрошить пропуск, либо какую-то фантастику удумывает с какими-то замками, с какими-то там чипами и так далее. Но, в принципе, в нормальной ситуации может выкинуть кто угодно. Оплатят те, кому этот контейнер приписан. Тоже проблемка такая не очень хорошая. И то же самое касается сортировки мусора. Пока мусорообрабатывающая компания предлагает поставить сортировочные контейнеры, где сортированный мусор будет вывозиться бесплатно, при условии, если там не будет других примесей. Но тоже был такой печальный опыт, когда жильцы дома очень аккуратно сортировали мусор, а соседи кидали штопа. Здравствуйте, пожалуйста, добрый день. Добрый день, я Алексей. А у меня вот такой вопрос. Вы все это рассказываете нам и в караул кричите. А власть имущие, они в курсе того, что людям это не нравится? Мне, допустим, не нравится, что будет монополист на вывоз мусора. Кто это придумал? Любая монополия, она ведет к повышению стоимости услуги или товара. И это неправильно. Это некоторые только сферы деятельности имеют. А там должна быть монополия у государства или у какого-то одного. Ну а тут получается, вы говорите аудитории, слушателям о том, что будет подорожание. Это надо говорить этим людям, этим чиновникам, как человек простой может повлиять на чиновника. Не в процессе похода на выборы, а вот когда уже чиновник сидит в кабинете и штампует какие-то непонятные людям решения. Как вообще в государстве в нашем, как это можно сделать, повлиять на такого чиновника. Мы не хотим. Какие-то через петиции, через монобол СЛВ, как это можно сделать? Спасибо. Ну да, я понимаю, что вот вы рассказываете, действительно у людей это вызывает шок, возмущение. А что дальше? Можно ли каким-то образом дать понять, что нет, наверное, такое решение не устраивает? Видите, я могу сказать так, что в принципе о том, что такое решение будет принято, известно уже лет 8-10. Рижская дума, я подчеркиваю, рижская дума, депутаты рижской думы в этом со всеми коалициями и оппозициями планомерно прорабатывали этот вопрос. Было несколько подходов, в конце концов. Как же сейчас не нравится? Да, мне тоже не нравится, потому что сейчас вообще у тебя вариантов не будет. Самое печальное вот в чем, еще раз повторюсь. Дело в том, что если вводить, возможно, для масштаба в городе Риге организовать вывоз, переработку, ну вернее, обслуживание бытовых отходов при помощи одной фирмы, может быть оно и с точки зрения бизнеса, с точки зрения вообще логистики и экономичности, возможно, правильно. Но мне немножко непонятно другое. Во многих городах вывоз мусора – это городской подряд. В мире это зачастую муниципальный подряд, где действительно за вывоз мусора отвечает муниципалитет, делает он это за счет налогов или дополнительных отчислений, финансирования, я не знаю, откуда они берут, но они берут явно, что не из своего кармана за счет населения, но они отдают, и тогда они отвечают. И тогда все становится логично. На самом деле здесь предполагается, в чем нелогичность этого всего. То, что мусорную площадку должен образовать клиент, точку сбора должен организовать клиент, за сохранность контейнеров должен отвечать клиент. Это все наши обязанности. За дезинфекцию, за то, чтобы эти мусорники были чистыми, должен отвечать клиент, он должен это все оплачивать, своевременно следить. А платить должен, опять-таки, клиент через управляющую компанию и дальше. Ну, зачем такая сложная система? Значит, наверное, надо было бы начинать, вообще логично было бы начинать с другого, оптимизировать точки сбора мусора. Сейчас нам предлагается, что в результате этого повышения еще дополнительно будет организовано дополнительно 30 площадок. Что такое 30 площадок на 10-12 тысяч зданий? Вот нам тут пишут, например, вот посоветуете, что делать по мусору, надо писать или собирать подписи в антикоррупционный совет, это сговор, это незаконно. И дальше вот Ирина пишет, должен быть объявлен открытый конкурс. Он уже был объявлен. Он уже был объявлен. Это в рамках так называемого публично-частного партнерства был объявлен конкурс, результаты его подведены. Сейчас, насколько я понимаю, дано время на то, чтобы те, кто проиграл, вторая компания, могла подать протест и так далее. И вряд ли это уже все что-нибудь как-нибудь сработает. То есть все уже за нас, без нас решили. И вопрос заключается в том, что на самом деле не очень понятно. Там понятный, допустим, бизнес целей, понятные, может быть, такие светлые чиновничьи устремления, чтобы все было красиво, аккуратно, чтобы техника была самая модерная, чтобы все было впереди планеты всей. Но на самом деле интересы населения здесь, по-моему, вообще не учитывались. Ну вот из тех материалов, которые я нашел, объясняется это так, что мы должны соответствовать нормативным актам Европейского Союза и добиться того, чтобы перерабатывалось 50% бытового мусора. Потому что на полигонах уже с 2035 года могут храниться не больше, чем 10% бытовых отходов. То есть, ну вот объясняют это тем, что эти средства пойдут на выполнение этих нормативных актов. Каких? Европейского Союза. Я понимаю. Установлены. А вот какие тут не сказано. Какие и какими средствами? Если у нас будет продолжаться несортированный мусор, то ничего вы не добьетесь, вы только повысите стоимость вывоза. Я вот хочу Лаверде вопрос задать такого. Мне очень интересно, под эгидой того, что Европейский Союз предлагает запретить полиэтиленовые мешки, в магазинах полиэтиленовые мешки стали стоить вместо бесплатных, стали 20 центов. У меня вопрос. Это прибыль магазина, потому что себестоимость его 0,3 копейки. Или это монополия? Вот здесь надо было тогда ввести на мешки монополия, продавать магазинам по 19 центов, а не 20. А разница между себестоимостью и продажной ценой зачислять в какой-то фонд борьбы с полиэтиленом. А у меня такое впечатление, что это сделано так. Магазины сейчас маржу подняли в сто раз на эти мешки, подвиги, и получают, собственно говоря, торговые сети, получают прибыль от этих мешков. Если я не прав, то, может быть, у вас будет возможность задать кому-нибудь вопрос, а куда вот эта разница пошла? По логике вещей, она должна была уйти на то же самое и здесь. Насколько я поверхностно знаком с условиями конкурса, основное требование – это новые машины, это там экологически чистые машины, там все очень прекрасно. Ну, в то же время есть сейчас совершенно другие способы и методы сбора мусора, вообще вот первичного мусора. Есть совершенно другие контейнерные станции, которые выглядят по-другому, там удобство сортировки и так далее. Ты подходишь, там, а единый блок, где разные виды, ты можешь прямо чуть ли не на месте сортировать свой мусор. То есть, если тебе лень это сделать дома, то ты можешь его прямо там на месте в один контейнер в разные крышки кидая и все это сделать. Есть уже системы, которые внутри микрорайонов есть мусоропроводы специальные подземные. То есть, там ты сбрасываешь мусор, и он специальными пневмоустройствами гонится в определенные точки, и эти гигантские машины не заезжают в район, а есть там точки предварительной переработки, спрессования мусора, но совершенно в другом месте. Есть масса других вещей, но на сегодняшний день я вижу только одно. Что будет? Компания, которая будет обслуживать, она выйдет на новых машинах, красивых новых машинах, въедет в старую инфраструктуру и будет топтаться там же, при той же системе сбора и так далее. Ну, плюс еще муниципалитет от щедрот своих выделит 30 мест, да, ну, то есть, где-то 30 контейнерных площадок. А что со старыми? Сейчас же эти контейнерные площадки старые нужно приводить в порядок. Они уже, ну, они раньше были ограничены бетонными блоками, их ремонтировать надо, ничего подобного, это все возлагается на собственника земли. То есть, за счет чего такое резкое повышение, кроме как будет другая техника и эксклюзивное право возить мусор в Гетлине, я не знаю. Ну, вот Ирина продолжает нам, значит, писать и говорит, что не напоминает ли эта ситуация вот электричество и вот КОЗ или абонентную плату за газ? Ну, то есть, что вот такие же решения, которые, как выходят боком обычно потребителю, удорожают просто услугу. Ну, вообще, в мире есть только одна вещь, которая, по-моему, постоянно, кроме жизни и смерти, это повышение цен. Ничего другого я не знаю. На самом деле, возможно, в этой программе, в этом партнерстве заложены какие-то большие светлые цели и идеи, но нам никто не удосужился о них рассказать. По сути дела, радостно объявлено, что с нового года цена будет 20 евро плюс ПВН, это, считай, значит, почти 24 евро за кубический метр воздуха. Потому что, если ты не смог плотно набить свой контейнер, ты будешь платить за воздух. Ну, да, или если вдруг слишком маленький зазор между вывозом мусора... Ну, если полупустой контейнер, вы понимаете, вот на Юрмале хотя бы попытались сделать, сейчас там, опять-таки, будем справедливы по этим условиям, каждый контейнер должен быть чипован. То есть, машина подъезжает, считывает код, и этот код привязан к конкретному клиенту. Но вопрос в другом. На Юрмале пошли дальше, они взвешивают контейнер и принимают мусор сразу в тоннах. Ну, хотя бы какой-то объективный критерий. Тогда они подъезжают, они или 5 килограмм высыпают, или 50, и тебе это засчитывается, или 150, в зависимости от того, что и когда насыпано. И ты платишь уже за мусор, ты выплатишь, тогда получается цена, понятная, за, скажем так, погрузку, разгрузку и вывоз, это одна цена, а за сам мусор она добавляется, но уже исходя из объективных критериев. Здесь же это будет абсолютный произвол. Я сейчас столкнулся со той компанией, которая нас обслуживает, у нас сейчас спор колоссально идет в свое время, ну, тоже по всем условиям ты не имеешь права переполнять контейнер. Мы в свое время с компанией договорились о том, что они установят нам дополнительные контейнеры, потому что, ну, к вечеру, допустим, один уже наполняется, второй они начинают заполнять, утром приходит машина, забирает полный, полупустой, там заполняет, ну, и такая ротация. Сейчас компания начала считать, что она вывозит все контейнеры, 100%, неважно, пустой, полупустой, и цены взвинтили до небес, до небес. Буквально я могу сказать, у меня цена в результате, вот у нас была хорошая скидка, но в результате того, что компания, с которой мы сотрудничали, она проиграла конкурс, она проиграла конкурс, она начала лихорадочно что-то, видимо, добирать. И они сейчас мне цену подняли на 85%. Совершенно произвольно. Это то, что ждет всех, просто-напросто сегодня никаких больших движений нету, потому что основные две компании, которые выиграли в конкурс, они выжидают окончательного устаканивания ситуации. С Нового года мы перейдем на новые цены, и это будет большой шок. Что с этим делать? У меня вопрос, я политикой не занимаюсь. Я не могу сказать, выборы, да, очевидно, что через выборы эти вопросы надо было, когда определенные партии декларировали необходимость вот такой вот реформы, они их декларировали, наверное, тогда надо было об этом думать. Как сейчас воздействовать на чиновника, а при чем здесь чиновники? Здесь в политике принимают решения, чиновники исполняют, иногда удачно, иногда очень неудачно. По сути дела, это вопрос больше политический, чем какой-то экономический. Опять-таки, повторюсь, если бы это было взято до конца как функция города, наверное, это было бы оправдано. А что все-таки нельзя ли повлиять на ситуацию, когда микрорайон, несколько домов, и в самом деле было бы удобнее для этого района какой-то централизованный сбор мусора организовать в одном месте и каким-то образом сделать так, чтобы могли договориться собственники разных домов, и это было бы какое-то общее, не знаю, которое бы платили все собственники домов, например, мест. Ну, то есть, вот как-то так решать проблему, действительно, чтобы не у каждого дома приходилось оборудовать это место и создавать неудобства. Я бы ответил на этот вопрос так, что идея здравая, но это не под силом решить управляющие компании, ни одной. Потому что, скажем, такой центральный пункт сбора мусора, он должен быть расположен на земле от одного из собственников, скорее всего. Он должен обслуживать многих собственников, которые еще обслуживаются разными управляющими компаниями. Как бы в этом случае объединить людей? Для меня весьма и весьма большой вопрос, потому что я даже в пределах своего кооператива не могу разные дома между собой, вот, говорится, сотрудничать. Ну, люди резонно говорят, а вот этот мусорник стоит на нашей земле, а мы за него платим налоги, зачем нам это нужно? Здравствуйте, добрый день, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Добрый. Уважаемый гость, Виктор, ну, вы правы, куда ни кинь, везде клин, сплошные капканы. Как конкурсы проводятся, это всем давно понятно. Рига Слотум сервис, ноябрь город морозили, май город морозили, что такое монополия? Мы тоже знаем, на примере Рига Сатексма, Рига Смикраута Боса Сатексма, результаты всех радуют. Это точно. И вот тут теперь, вот с этим мусором, но тут же совершенно очевидно, правильно говорят абоненты, пишут, это сговор, это мошенничество, это чистой воды коррупция. И с этим, конечно, должны заниматься соответствующие структуры, но у нас все политизировано. И поэтому, вот поэтому, страна вот этих вот непуганных депутатов, они вообще не боятся, что как в Америке, в один прекрасный день, кто-нибудь войдет в этот муниципалитет из двух рук. Слушайте, а вот ваш вопрос, ваш вопрос конкретный, Виктор, пожалуйста. Что вот с ними делать, я просто не представляю, тут без вариантов. Спасибо. Ну, опять-таки, я понимаю, что это с вопросом Алексея рифмуется. Все-таки, что делать? То есть, вот, ну, ну, то есть, слушатель говорит, что, да, рано или поздно дойдет до крайности, вот как в Америке какой-нибудь сумасшедший просто пойдет, уже доведенный до отчаяния, что-то творить. Или, ну, вот, можно ли как-то цивилизованно действительно повлиять на эту ситуацию? Потому что мы видим, что людям это не нравится, но люди не понимают механизма, которым они могут это недовольство выразить. Ну, видите, я бы ушел от этого разговора вообще, потому что в данном случае здесь я бы сказал так, что я опять повторяю. Во-первых, не до конца сделана пропагандистская кампания, зачем и как это нужно, как это будут эти цели благороднейшие достигаться. Если только за счет повышения цен будет считаться, что мы повысим цены, и люди сами начнут бегать и сортировать мусор, то, как правило, это не работает. Как правило, это не работает. Все это неудобство расположения и так далее, неоптимальности. В данном случае, насколько я понимаю, целью этого конкурса не было оптимизации или снижения цен. Было вот, надо достичь определенного уровня, достичь определенных технических параметров. Нет, во сколько это обойдется потребителям, это было совершенно несущественно. Как, кстати, насколько это плохо или хорошо, опять-таки, здесь всегда нужно подходить к этому вопросу так. Вот сегодня мы разделили землю, сегодня на каждом доме есть свой дворник, сегодня на каждом доме есть свои уборщики и так далее. Все это свое, все это работает крайне неэффективно и с повышением минимальной зарплаты может стать непосильным грузом. Поддержание дома и прилегающего участка в чистоте. Потому что неизбежный идет момент, когда надо будет запускать механизацию, надо будет повышать производительность труда этих работников. Сейчас они работают в принципе оснащения дворника, тряпка, ведро, вода, метла, лопата. Все. Мы так долго не продержимся. Если у нас начнется подниматься все, мы мечтаем, чтобы у нас заработная плата была как минималка в Европе. Если мы к этому подойдем, то профессия дворника станет или работа дворника для каждого дома индивидуально станет неподъемной. Здесь тоже надо будет какое-то объединение. Скорее всего, это должно быть административное объединение. Если должны быть какие-то административные или политические вещи, я плохо ориентируюсь. Но должно быть сказано, что микрорайон будет обслуживать, допустим, такая компания, которая выиграла по конкурсу. Как бы ни критично мы не относились к конкурсу, но конкурс все-таки позволяет хотя бы задать параметры того, чего закупается. Я не буду говорить о выводах, которые делают радиослушатели на его совести. Но, в принципе, когда организуется конкурс, как правило, говорится, что услуга должна соответствовать таким-то параметрам. Поэтому все это еще впереди у нас. И я думаю, что в данном случае наше недовольство никого не интересует, потому что, по-моему, там достигаются, пытаются достичь совершенно других целей. Может быть, эти цели стоило бы просто объяснить населению, что будет, и объяснить, каким образом будет дальше, как это будет оптимизироваться. Потому что на сегодня, я повторюсь, это вообще достаточно печальная картина. Ну вот Ирина пишет, вот надо всем объединиться и договориться не платить за мусор с Нового года. Ну вот насколько это, я понимаю, тоже бессмысленный... Ну, давайте начнем с того, что на зло бабушке себе уши отнаружи, так это, по-моему, говорится. Ну вот вы, Ирина, уважаемая, представляли себе, что такое у вас от дома 2-3 дня не будут вывозить мусор. Не будете платить, не будут вывозить. Куда вы его денете? Свалите там свалку, устроите? Ну, слава богу, большинство горожан забыли, что такое крысы. Потому что нету регулярный вывоз мусора, в том числе и органических отходов, ведет к тому, что на помойках крысы не кучкуются. Ну, это не вариант. Не платить вообще всякого рода такого действия экстремального, они ни к чему не приведут, потому что всегда есть методы подавления этих действий. Всегда есть. Ну, хорошо, вы не заплатите. Один вариант не будут вывозить, второй вариант будут вывозить, и потом просто возьмут, арестуют счета всех домоуправлений, снимут с них деньги, и не будет у вас тепла. Ну, вот вам последствия, потому что... Все равно за услугу будет взято. Ну, так не работает. Тут еще есть один, вот мы заговорили про тепло, один вопрос от слушателей, он не связан с мусором. Если на моем этаже нет батареи, а во всем доме они есть, должна ли я платить за отопление подъезда, спрашивает вот слушательница. Да, конечно. Да, конечно, потому что на самом деле отапливается помещение общего пользования, а не ваша конкретная там лестничная клетка или ваш конкретный пролет. Ну, вот я могу сразу сказать вам, что в пятиэтажках стандартных там вообще одна батарея стоит на весь подъезд, и если нормально функционируют окна и двери, то этого вполне хватает, чтобы во всем подъезде поддерживать тепло. По латвийскому строительному нормативу в нежилых помещениях, таких как лестничная клетка, отапливаемая лестничная клетка, должно быть зимой температура не ниже 16 градусов. Это тепло, которое полезно для всех, независимо от того, где оно стоит. Важно, чтобы температура в этом помещении была обеспечена, ну, в пределах нормативов. Да, тут просто Ирина печатала, удалила свои сообщения, я понимаю, что передумала не платить. Ну, понимаете, тут вопрос не в этом. Тут вопрос в том, что вообще на сегодняшний день, по-моему, где-то не хватает диалога между властью, в том числе и той же Самарийской думой и населением. Нет никаких вот таких. Я знаю, в свое время, когда еще было агентство жилья, Майкл Агентура, при нем он начал работать довольно успешно, он назывался по-латыски Майкл Юмусов Дабри Буспадуми. То есть это вопрос, это такой совет сотрудничества в области жилья, куда были приглашены как юристы, так и специалисты в обслуживании жилья, управляющие компании, представители министерства, там была просто площадка для диалога. Собирались раз в месяц на, скажем, на базе этого агентства, и там просто были, поставились актуальные вопросы, был диалог, тут же были специалисты все, потому что в чем проблема? Те, кто занимаются практической работой в обслуживании домов, мы не знаем ни процедур, мы не умеем ни писать этим канцелярским языком, там есть своя специфика. И когда такая вот группа специалистов собирается вместе, обсуждает проблему, то есть и те люди, которые знают, как дальше уже выкристаллизовавшиеся мнения, оформить в какие документы, и каким путем эти документы запустить, чтобы что-то получилось. Какой-то элемент такого диалога сегодня поддерживается Министерством экономики. Там тоже есть такого рода совет, где по определенным вопросам, актуальным в области обслуживания или содержания жилья, собираются опять-таки группы специалистов, иногда это очень широкие совещания, тоже проводятся дискуссии, потом уже чиновники Министерства, ну, подрабатывают какие-то документы. Не всегда все учитывается, не всегда все принимается, но, по крайней мере, есть совершенно четкое движение вперед и логическое движение вперед. Вот о том, чтобы такого рода сотрудничества или советы были в Реческой Думе, я не слышал. А я думаю, что на самом деле сегодня этого не хватает, потому что та же мусорная реформа, которая пройдет, я думаю, пройдет с очень большим скандалом, потому что когда люди увидят у себя счета, которые в два, как минимум в два, а то и больше раз вырастут, там еще тоже пропагандируется сейчас как плюс, то, что сегодня есть явная ценовая разница между вывозом из Балдераи в Гетлине и между вывозом из Дрейлине в Гетлине. То есть сегодня эти компании, которые конкурируют на рынке, они это расстояние учитывают. Естественно, чем ты ближе к Гетлине, тем тебе дешевле стоит мусор. В качестве какой-то некой высшей справедливости сегодня говорится о том, что для всех будет цена вывоза одна. То есть, здрасте. Мне оказывается услуга по меньшей себестоимости, но зато по более высокой цене. Для того, чтобы я что, спонсировал другой район города Риги? Конечно, это вещь благородная, и можно поговорить об этом, но зачем? Почему я должен кого-то? Если вы хотите выравнивать тариф, то выравнивайте его за счет бюджета. Если уж так пошли. Почему должен конкретные собственники одного микрорайона перекрывать стоимость услуги другого микрорайона? В чем здесь высшая справедливость или высшая социальность? Там таких подводных камней достаточно много. А так ли уж нужны суперсовременные мусоровозящие машины? Чем плохо и существующий автопарк? Может, его стоит помыть да покрасить? Ну вот, я понимаю, что тут еще слушательница как раз пишет о том, что, ну вот, сколько обходится ей квартплата, и если поднимается, я понимаю, что вот еще тарифы за вывоз мусора, все постепенно, ну вот, становятся все более и более неподъемными эти расходы. И, ну вот, она отмечает, что это ведь наверняка не только проблема ее одной, и наверняка это может коснуться большого количества людей. Где тот самый, ну, предел, порог, когда, в принципе, ну, все больше и больше людей столкнутся с тем, что они, ну, просто не в состоянии платить по новым тарифам? Наверное, этот порог будет находиться там, когда большинство людей начнет достигать порога социальной помощи. Я думаю, что на наших городских политиков может подъесть только один аргумент, когда вдруг в результате очередной гениальной реформы благосостояние людей опустится настолько, что масса людей хлонит и будет иметь основания, требует социальной помощи. До этого это дави масло, пока оно капает. Потому что, на самом деле, если говорить о сопоставимости цен, я прикину, вот, в некоторых прогнозах, которые я вот могу сегодня у себя сделать, в некоторых прикидках, получается так, что по многим домам то, что предстоит людям платить за мусор с Нового года, если я не ошибаюсь, сопоставимость ежемесячной платы или банку за полную виновацию дома. То есть, ну, здесь вещи явно несопоставимые, они уже равноценны получаются. То есть, ежедневная услуга по вывозу мусора становится очень дорогой. Это такой же дорогой, как капитальный ремонт здания. Но ты его делаешь раз в 40 лет, а... Ну, да. Это каждый день. Это как-то немножко очень странно звучит. Ну что же, на самом деле, наше время подходит к концу. Спасибо большое тем, кто звонил, кто высказывал свое мнение, кто писал. Вы всегда можете делать это, ну, вот, и не только во время программы. Просто пометьте добро пожаловаться, и мы обязательно передадим и ответим на ваши вопросы уже через неделю. Председатель правления консультационного центра собственников квартир Сергей Сидорко был в нашей студии. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго.